За последние несколько лет мне удалось побывать в разных уголках нашей страны. Я часто рассказываю про города, природу, путешествия на автомобиле. А в этом выпуске мне захотелось собрать места России, которые не похожи на Россию. То есть, если бы вам показали это место на фото, вы бы никогда не догадались, что это место находится в нашей стране. И первая точка, куда мы с вами отправимся, представляет собой купольный храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств древнего христианства. А место, где он возведен, окутано множеством загадок. Незнающие люди могут спутать этот храм с греческими монастырями-метеорами, являющимися одними из самых ярких достопримечательностей Греции. Сами же метеоры – это парящие в воздухе скалы, достигающие порой в высоту 600 метров над уровнем моря. Известны эти храмы с 10 века. Первое упоминание нашего храма также датируется концом 10 века. Выполнен он в византийской архитектурной традиции. Первоначально может показаться, что храм сильно изолирован, находясь на скале. Но на самом деле склон, на котором он находится, ранее был плотно заселен, о чем свидетельствуют остатки многочисленных древних построек. Название этому невероятному месту – Шаанинский храм. И находится он в Карачаевой Черкесии. Если подняться наверх и зайти внутрь, то можно увидеть остатки древних декоративных росписей. Предлагаю вам теперь ощутить дух Англии. Но для этого совсем не обязательно ехать в Туманный Альбион. Номером 2 на нашей карте будет готический императорский дворец. Да, ныне оставленные помещения выглядели как английский готический замок с элементами тюдоровского стиля. Архитектурный комплекс обладает зубчатыми башнями и стрельчатыми окнами. И вы удивитесь, когда узнаете, что это невероятное здание было дворцовыми конюшнями. Построены эти конюшни были в 19 веке. По инициативе Николая I архитектором проекта был Николай Бенуа, который также работал над созданием здания Петерговского вокзала, а также гостиного двора в Петербурге. Тогда без лошади сложно было представить жизнь. Они были основным средством передвижения. На тот момент одна такая лошадка стоила примерно столько же, сколько и сейчас элитный автомобиль. А императорские кони должны были соответствовать своему титулу. И жилье у них должно было быть соответствующим. Строительство этих конюшен продолжалось 7 лет. Помимо помещения непосредственно для лошадей, там были также помещения для ветеринаров, хранения сена и корма, каретные, площадки для выгула коней и помещения для персонала. Следующая точка на карте перенесет нас в эпоху Древнего Рима. Приехав сюда, вы сразу почувствуете красоту, величие и значимость этого места. У входа можно увидеть скульптуры богов Древней Греции. Охраняется здание величественными львами. Внутри центральное помещение в виде сводчатокупольного атриума с колоннами и 15-метровым световым фонарем. Вы удивитесь, когда узнаете, что это здание является грязелечебницей, находящейся в Ессентуках. Проект этого здания был разработан еще в 1911 году, основной идеей которого было создание купалин, выполненных в стиле античных терм. Ну и как же мы можем обойтись в нашем путешествии без легенд о привидениях? Для этого мы отправимся в самый настоящий замок. Как и подобает любому замку, он был местом постоянных войн. Все враги были перебиты, кроме одного, который бежал по туннельным лабиринтам. В 1910 году археологи раскапывали подземный ход, где обнаружили непонятные письмена и подозрительную тень. Ну и как подобает хорошей легенде, тень эта стала призраком беглеца. Сам же замок находится в городе, который в разное время принадлежал разным странам – России, Финляндии и Швеции. По одной из версий, название города пошло от страннорвежского и переводится как «святая крепость». Главная башня замка – башня святого Олафа. В советские времена ходили слухи, что с нее можно разглядеть Финляндию, до которой 30 километров. Ну и как вы уже догадались, речь идет о Выборге и Выборгском замке. А следующее место кому-то напомнит Тадж-Махал, а кому-то действующий президентский дворец в Абу-Даби – Касар-Аль-Ватан. Это довольно молодой комплекс зданий, выложенные из белого мрамора, а перед храмом открывается гранитная площадка и бассейн. Как и у Тадж-Махала, у белой мечети есть своя особенность. Мрамор меняет свой оттенок с белого на желтый или розовый, в зависимости от яркости, освещения и времени суток. Еще одна особенность мечети. Здесь находится на хранении самый большой коран в мире, весом 800 килограмм и габаритами 2 метра на полтора. Коран украшен яшмой, бирюзой, серебром, сусальным золотом. Белая мечеть находится в республике Татарстан, в Болгаре. Что это за страна такая, похожая на сапог? Это ты похож на сапог. А страна эта похожа на рай. Хотите лицезреть шедевры итальянской архитектуры? Отправляйтесь на Малую Грузинскую в Москве. Там находится собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, католический собор в стиле неоготики. Его возглавляет архиепископ Паоло Петци, уроженец итальянской коммуны Русси в регионе Эмили-Романия. В стенах собора проходят мессы не только на русском языке, но и на польском, английском, французском, корейском, испанском, а также на латыни. Здесь проходят органные концерты, а также концерты церковной, классической, а иногда даже и рок-музыки. Его называют московским Нотр-Дамом, хотя при постройке ориентировались на собор Восьминстерского аббатства и купол Миланского собора. Открыт собор был в 1911 году, а после 1938, когда он был закрыт и разграблен, его использовали как общежитие, плодоовощную базу, а также до 90-х годов здесь размещался исследовательский институт Мосспецпромпроект. Как и Выборг, этот город можно назвать одним из самых европейских городов в России. Речь идет о Калининграде. Здесь находится Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. Он находится в историческом районе Калининграда, Кнайпхоф. Он выполнен в архитектурном стиле, который был популярен в Бельгии, Дании, Польше, Нидерландах, а также в Прибалтике в XIII-XVI веках. Точная дата строительства собора неизвестна, но склоняются, что строительство началось в XIV веке. Со стороны может показаться, что у собора нет единого художественного оформления. Это связано с тем, что он постоянно перестраивался и формировался до времен барокко в соответствии с требованиями того времени. После бомбардировок 1944 года собор остался без крыши и стал постепенно разрушаться. Собор хотели разрушить до конца, но останавливал тот факт, что здесь находится место захоронения философа Канта. В 70-е было сделано заключение, согласно которому памятник не представляет исторической ценности. Но несмотря на это, собор все-таки восстановили и теперь он один из символов Калининграда. Из средневековых соборов отправляемся в центр буддизма России. Внешне место напоминает тибетские монастыри. Оно действующее и популярное среди буддистов, не только России. Поэтому сюда приезжают туристы со всего света. Помимо главного буддийского храма, здесь построили новые храмы и музеи, жилища для лам, буддийский университет. Если вы являетесь буддистом, то наверняка догадались, что мы с вами находимся в Бурятии, в Иволгинском Дацане. Возвращаемся в Европу снова, а именно во Францию. С настоящими виноградниками, явлонями, среди которых стоит средневековый замок. Попасть в него можно только по мосту, так как построен он на искусственном озере. Если вы любите замки, то советую посмотреть мои выпуски из Швейцарии, где я как раз рассказываю о старинных замках Швейцарии. Один из которых, кстати, стоит среди виноградников, а другой построен на самом настоящем острове. Но мы не в Швейцарии, а в Кабардино-Балкарии. И смотрим замок Шато-Эркен. Сооружен этот замок был по инициативе Тамбулата Эркенова, местного винодела. Если вы когда-либо слышали или даже употребляли вино Шато-Эркен, то знайте, что оно именно отсюда. Здесь и по сей день есть винодельня, и вы можете взять экскурсию и увидеть замок не только снаружи, но и изнутри. И, конечно, все это не обойдется без дегустации. Но завершить этот выпуск я хочу моей любимой Японией, в которой я никогда не был, хоть и родился в Магадане. Да, ребят, хоть и в настоящей Японии я и не был, но вот зато в маленькой Японии я был. Место это находится в одном из московских районов. И оно как раз демонстрирует, как жители одного района могут влиять на его архитектуру. На портале Активный Гражданин предлагались различные варианты, как обустроить пустующее место. И подавляющее большинство жителей проголосовало именно за японскую стилистику. Друзья, спасибо вам за просмотр. Ну и если вам понравился этот выпуск, то лучшая благодарность для него будет поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Я не прощаюсь и увидимся в следующих выпусках.